Здравствуйте! Мы ученицы пятого о классах. Мы представляем сказку «Три поросенка». Жили-были три поросенка, три брата. Извали их, миф-миф, нуф-нуф и нах-нах. Все это они играли, резвились и грелись на солнце. Когда наступила осень, на всех прожил братьям построить дом. И зимовой всем вместе под одной крышей. Братья, давайте построим дом. Но братья не ходили, братья за работу. Успеться, до зимы еще далеко. Мы еще погуляем. Когда нужно будет, я сам себе строю дом. Я тоже. Ну как хотите-то, да я буду один строить дом. Сегодня мы еще погуляем, а завтра мы вернемся за дело. Ну и на следующий день они говорили то же самое. Скажи мне, что мне было все холоднее и холоднее. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала полутра, покрывается тоненькая корочка льда. Ленивые братья взялись наконец-то на работу. Лиф-Лиф решил, что больше не скорее всего смастерить дом и столом. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру и кухотизм она была готова. Лиф-Лиф положил на крышу последнюю соломинку и очень доволен своим домиком. Направился к луф-Лиф и весело запелку. Хоть после этого обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Лиф-Лиф не вдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. И построил свой домик из веток и тоненьких пруть. Он вбел в земное поле, переплел их прутьями, на крыше навалил сухих листок и к вечеру дом был готов. У меня хороший дом, новый дом, хороший дом, и не страшно, дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром. Ну вот и твой дом готов. Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается. Пойдем к нам в трассу и посмотрим, какой он себе выстроил дом. Что-то мы его давно не видели. Пойдем. А на флаг вход уже несколько дней был занят постройкой. Он оттаскал камни и нанесел длинный отель. И теперь, не спеша, строил себе надежный и прочий дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он делал в доме тяжелую дубовую дверь за столсом, чтобы волк и соседние по лесу не мог к нему забраться. Невнив и нюхнулся, составили брата за работу. Что ты строишь? Что это? Дом для проселка или крепость? Дом для проселка должен быть крепостью. Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? И оба братья так заселились, что их виски и хрюканье и не снеслись далеко по лужайке. А на флаг, как ни в чем не бывало, продолжал косиками на стену своего дома, молча себе подмост печеньку. Никакой на свете дверь не ворвется в эту дверь. Хитрый, страшный дверь, страшный дверь не ворвется в эту дверь. Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней, но у меня все из камней, из камней, из камней. Это он про какого зверя? Это ты про какого зверя? Это я про волка. Посмотрим, как он боится волка. Какие здесь могут быть волки? Никаких волков здесь нет, он просто трус. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, страшный волк, страшный волк? И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плескались, а когда вошли в лес, то так расшумели, что разбудили волка, который спал под сосной. Что за шум? Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, серый волк, страшный волк? Злые глаза волка и такая зубастая пальца у них мифа и мифнуха по спинке пробежали холодок, и тонкий хвостик мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевернуться от страха. Никогда еще не приходилось коросякам такой собег. Старкая пятками, не поднимая тучи пыли, они нанеслись каждый к своему дому. Мефир впервые добежал до своей соломенной хижины, и едва успел заходу в дверь, а перед самым красным волком. Сейчас же это предверь, а не то, я ее выломаю. Нет, не отопру! За дверью было слышно дыхание страшного зверя. Сейчас же это предверь, а не то, я так думал, что весь твой дом разлетится. Ну, миф-миф от страха ничего уже не смог ответить. Тогда волк начал дуть. С крыши дома слетели соломи, эти стены дома слетели и отрислись. Булк еще раз глубоко вздохнул и думал во второй раз. Когда Булк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Булк щелкнул зубами перед самым приточком маленького поросенка, но миф-миф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери, кнув-мухом. Недавно успели братья забелеться, как услышали голос волка. Ну, теперь я съем вас обоих. Лев-миф и нуф-нуф испугленно погибли друг на друга. Но волк очень устал и потом решил пойти на хитрость. Я передумал. Я не буду есть этих худощавых поросят. Я пойду домой. Ты слышал? А он сказал, что не будут нас есть. Мы худосочные. Это очень хорошо. Братьям стало весело, и они запели, как ни в чем не бывало. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк. А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притарился. Он с трудом сдержал себя, что не расхохотался. Как ловко я обманул этих двух глупых поросят. А затем он принялся дуть. В это время к дому Нафнафа. Брат спустил их в дом и быстро закрыл дверь на засор. Бедные поросята были так окублены, что ничего не могли сказать. Они молча бросались в эту кровать и там притаились. Нафнаф сразу догадался, что за ними погнался Бог. Но ему ничего было бояться в своем каменном доме. Он сел на туберинточку и запил. Никакой на свете дверь, четыре дверь, страшный дверь. Не оттой эту дверь, эту дверь, эту дверь. Но тут как раз постучала дверь. Открывай без разговоров. Как бы не так и не подумаем. Ах так? Ну держись. Теперь я съем всех троих. Попробуй. С усмешкой ответил из-за двери Нафнафа. Он знал, что ему и братья, и Чуков, боятся в прочем каменном доме. Тогда Бог втянул в себя побольше воздуха и думал. Как только мог. Насколько бы он не думал, ни один, даже самый маленький камень, не злился с места. Дом стоял, как в крепость. Тогда Бог стал трясти дверь. Но дверь тоже не подавалась. Бог стал отзылось и царапать когтями стены в дома и грызь камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себя в пухте и испортил зубы. Колодному и славу Богу ничего не оставалось сделать, как убираться в освоясь. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую, широкую трубу на крыше. Ага, вот через эту трубу я и проберусь в дом. Я все буду закушу сегодня свежей поросять. Ну, как только он стал спускаться по трубе, поросян услышал лишь шорок. А когда на крышах котла стала сыпаться сажа, он наедав нам сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросил к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. К милости бросим, сказал на знак и подметнул своим братом. Поросяк-то не пришло и долго ждать. Черный, как-то пастись. Волк вдохнулся прямо в котел. Глаза вылезла на лоб, вся шесть повелась с дыбом, с диким ревом. Аж пеленый волк вылетел обратно на крышу и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед. Прирадовались, что они так ловко проучили зуба разбойника. Хоть полцвета обойдешь, обойдешь, обойдешь. Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Волк из леса никогда не вернется к нам сюда. С тех пор братья стали жить вместе под одной крышей. Автор «Я» Даша Воронина. Также в сказке присутствуют «Ниф-Ниф» Полина Абросинова, Нуф-Нуф, Аня Телеченко и Наф-Наф, Нила Мартынова и Волк Оля Алексеева. Благодарим за внимание.